Они не шли во имя своё, они не шли во имя религии, во имя философии. У них не было ничего, они были бедны и сами по себе слабы. Но тот, который был в них, открывал глаза слепым, уши глухим, поднимал парализованных, воскрешал мертвых и проклятие заменял благословениями. Потому что он был вечным Богом и унес вечную жизнь. В наше время эти образы переворачиваются, так же, как и переворачивается значение притча Бурумса. В наше время Иоанн и Пётр, это могут быть представители христианской церкви, которые многократно проходили мимо этих хромых иудеев, мимо этих немогущих и не идущих на молитву евреев, мимо тех, которые уже многими поколениями от рождения не могут сами духовно ходить. А если ходят, то не туда. И для многих христиан настало время остановиться на пути их церковного служения, на пути их обычных молитв, обычных прославлений, обычных занятий, обычной благотворительности, и поднять глаза к Богу и дать возможность Богу направить их глаза на еврейский народ. Не потому, что еврейский народ уже пробудился и стал крепким и здоровым, который может помочь христианской церкви во всех вопросах. Не потому, что он уже стал тем Израилем, над которым взошло сияние славы Божьей и теперь самое время бежать к нему. Не потому, что теперь Израиль может принести много добра, радости и славы и выгоды христианской церкви, но именно потому, что в своем подавляющем большинстве еврейский народ все еще остается духовно связанным, парализованным. Но Бог уже обратился и обращается к нему. Теперь Богу нужны те Его дети, которые готовы остановиться на их путях и увидеть, какой новый путь Бог прокладывает к своему народу. Теперь время для многих и многих христиан и евреев, и украинцев, и русских, и белорусов, и так далее, и так далее, и так далее, для всех христиан из всех народов до края земли повернутся к братьям евреям и увидеть, что они на самом деле не потеряны навсегда. Увидеть, как благословение Авраама, Исаака и Якова, Иосифа, Маше, Давида и так далее, и так далее, и так далее, сейчас начинают не спадать на Израиль и войти в труд Господень и присоединиться к самому Господу, который протягивает руку каждому еврею. И, взяв его за правую руку, Шимон поднял, и вдруг укрепились его ступни и колено. И, вскочив, он встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, их хваля Бога. А-а-а! Вот это то, что должны делать разные христиане. Конечно, я думаю, в первую очередь евреи, но далеко не только. Те, которые услышали тихий голос Божий, возвещающий, я возвращаюсь в свой народ. Утешайте, утешайте. Народный. Он выпил из чаши гнева намного больше, чем заслужил. Теперь наступило время спасения. Все, кто это слышал, все, кого коснулось это сострадание Божьего Израиля, все уже не может просто идти дальше своими путями, несмотря в сторону древнего и нового Божьего народа. Они могут поступать вслед за Петром Иоанном. 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 Мы можем всматриваться в наших еще неверующих еврейских братьев и сестру. Мы можем всматриваться и видеть тех, которые всматриваются в нас. мы можем всматриваться и видеть тех, у которых Бог уже зажег искру надежды, искру жажды. Те, которые уже начали искать своего Бога за пределами ортодоксального хасидского и прочих иудаизмов. Те, которые хотя бы стали подозревать, что вот возможно среди этих идущих мимо христиан есть истина и есть любовь. Нам нужно помочь также и им посмотреть на нас. Но только увидеть нас так, как будто бы они нас никогда не видели. Увидеть нас по-другому, увидеть нас новыми. И если не сразу у них это получается. И если они ждут от нас самой обычной помощи, ничего страшного. И если они ждут от нас какой-то человеческой гуманитарной помощи, ничего страшного. Если они не понимают, что мы им можем дать, ничего страшного. Главное, чтобы они начали открываться нам, хотя они еще и пока не открываются своему Господу. Пусть они начнут открываться нам. Лишь бы мы были открыты для Божьей любви к ним. Тогда эта любовь начнет что-то менять внутри них. Тогда эта любовь станет той силой и властью в нас, которая даст нам возможность взять за руку парализованных, взять за руку слепых, взять за руку разбитых, взять за руку тех, которые упали или же от ниц и начать поднимать их не просто к нам, но уже к самому Господу. И когда наступает этот этап, когда мы уже можем поднимать их, когда мы говорим им, самое главное, что мы можем дать вам, ни золото, ни серебро, ни то, что вы от нас ожидали, даже в душевном плане, потому что если мы можем вам это дать, но не это главное, ради чего мы нужны вам. Самое главное это тот, который нас привел к вам. Самое главное это тот, который знал вас еще до вашего рождения. Самое главное это тот, который любит вас несравненно больше, чем мы можем полюбить вас. И который сейчас говорит, встань и ходи, дорогой, поднимайся, дорогая, Настало время восстания из мертвых, настало время сбросить себя от цепи, настало время разбить ярмо рабства, настало время разорвать пелену, настало время увидеть предвечный свет, предвечный, но в эту минуту изливающийся к вам. И тогда вдруг укрепились его ступни и колено, и что-то начнет всегда происходить вдруг, как бы постепенно мы не открывались им и они навстречу нам, всегда будет это вдруг, всегда придет такой момент, которого не только они не ждали, но и мы не ждали, который будет чудом не только для них, но будет чудом для нас. Потому что Бог приготовил в этом служении евреям невероятные сюрпризы благодати, потому что Бог приготовил то, что мы не можем даже представить себе сейчас. Это был первый, который после сошествия Духа Божьего на них таким чудотворным образом был исцелен. И обратите внимание, он сидел все годы, когда Ишуа с ними ходил там, и никто его не исцелил, ни Ишуа, ни они. И вот здесь настало время смерти. И такое же придет, когда мы увидим, что служение Израилю – это новый уровень свободы в Духе Божьем. Это новый уровень власти, дарованной Ишуа. Это новый уровень посвящения нашему Отцу. И когда мы начнем жить на этом уровне, мы будем сами потрясены тому, что Бог будет делать через нас. И мы будем просто посвящены тем, что будет происходить со вчерашними еврейскими скептиками, свинниками, равнодушными, религиозными, одним словом, на разные лады потерянными. И когда наши еврейские братья и сестры начнут на самом деле становиться нашими братьями и сестрами, когда вскочим, поднявшись, просто прыгнув в Господу, они станут прямо, запомните это, станут прямо, мы еще вернемся. И начнут сначала ходить, а потом уже и скакать, и танцевать, и бежать за Господом. Бежать сначала за нами, потом за Господом. И когда, возможно, они будут опережать нас, мы будем просто наслаждаться Божьим присутствием. Мы не будем бояться их конкуренции. Мы будем знать, настало их время. И это для нас уже награда на земле. И через этих отдельных, спасенных, преображенных, исполненных благодати, ликующих, смелых, не просто исцеленных, но смелых, вошедших в предназначенную им первым свободу, евреям начнется то, что началось тогда, 9 стих. И весь народ видел Его ходящим и хвалящим Бога. И узнали Его, что это был Тот, Который сидел у красных дверей храма для милостыни. И исполнились ужаса и изумления от случившегося с Ним. Страх Божий, потрясение, шок, изумление будет распространяться среди евреев, когда те, которые считались самыми циничными, самыми безнадежными, самыми далекими от Бога из них, самыми изощренными интеллектом, или наоборот, самой черной душой, будут невероятно преображены Божьей любовью, и будут подняты, и будут устремлены к Богу, и они будут видеть этих храмых парализованных слепых и глухих ликующими, скачащими, ходящими, входящими в небесный храм, в то небесное святилище, которое уже не требует земного святилища, в ту небесную скинию, где все оригинал Божий, и все всегда в первую очередь для Израиля. Тогда другие евреи будут поставлены перед необходимостью что-то решать, и они уже не смогут отсиживаться на удобных для них позициях невмешательства, скепсиса, позициях зрителей, которые не хотят быть ни в сых, ни в тых, а хотят оценивать и тех, и других, имея право быть независимыми судьями. Время арбитража независимого судейства, которые так распространены среди евреев, близится к концу, они поймут, если они не откроются и не сдадутся к передвигу. Они сами и в этот раз уже не всегда окажутся и тьми гнева. И так как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломоном. «Друзья мои, и тогда это чудо пробуждено, вы понимаете?» Это не значит, что нужно будет каждого человека подолгу обрабатывать, обмусоливать, обсасывать и уговаривать. Бог будет показывать нам места точечных ударов Его Духа. Мы будем стрелять, как снайперы. Мы не будем ходить с двухстволкой, трехстволкой, шестистволкой и семихвосткой и стрелять дробью, надеясь, что, может, хоть одна дробинка какого-то воробья попадет. Мы будем поражать как раз те сердца, которые станут детонаторами массового Божьего взрыва в среде еврейского народа. Не потому, что мы такие умные, мы будем знать это. Не потому, что у нас ценный опыт. Любой нынешний мессианский опыт – ничто по сравнению с тем, что приближается. Идут разговоры по несколько лет о Киевской общине. Друзья мои, по сравнению с тем, что будет. Это жалкая предварительная детсадовская группа. По сравнению с университетом Патрисой Лу-Бумбой. Университетом для всех народов. Вот что такое киевское мессианское общение. Поэтому вы можете на нее не обращать внимания. Если вам что-то она поможет, можете взять от нас. Но, друзья мои, то, что приближается. Та слава, которая приближается, которая вот-вот уже на пороге и в которую мы призваны войти, сделает смешным даже упоминание о таком уровне служения, который был. Коее-как достигнут Киева. Люди будут сбегаться. Евреи будут сбегаться. Евреи будут мчаться. Они будут опережать друг друга. Они в хорошем смысле будут расталкивать друг друга. Потому что мы будем попадать в цель. Потому что мы уже будем вводимы не своим умом, не своим опытом, не своими понятиями. Вы как поют сейчас? Махинация – они! Коррупция – они! Понятия – они! Все. Наши понятия – они! И только один Бог, сияющий в центре нашего духовного внимания. Только Его свет будет тем светом, в котором мы будем видеть всякий свет. И мы сможем различать во свете Божьем, где свет, а где тьма. И никакой ложный свет уже не обманет нас. Потому что Бог будет нашим фокусом, нашим первым планом. И Его благодать, Его любовь будет фоном этого первого плана. И все остальное будет проистекать из этого. И как Он захочет, так и будет поворачивать нас. Потому что наша жестоковынность, жестокомордность, тупорельность отойдет в прошлое. Все разделения и игры, религиозные, политические, идеологические, социальные, экономические, станут смешными для нас, когда мы повернемся к Богу и вместе с Ним, к Его народу и увидим то, что уже сейчас излучают Его глаза. Там хромые ходят, парализованные ходят, слепые прозревают, прокаженные очищаются, нищим благовествуются. Вы не задумывались вообще над этим? Почему это в ряду чудес вообще? Что это такое? А это действительно, это было чудо. Это разрывало вообще привычное понятие. Подрывало устой. Потому что нищий не благовествовался. нищим не благовествовался. Нищие они и есть нищие. Что с ним взять? Во всех как бы смыслах. А здесь Евангелие в первую очередь было направлено как раз к бедным, к нищим. И одно из ответвлений мессианского иудаизма во втором веке называлось эвианитой. То есть нищие. Или нищенствующие. Нищенствующие. они очень остро как бы прямо понимали многочисленные высказывания Иешуа. Не только его, а о том, что трудно богатым в этой царственной гости. что богатым гораздо легче надеяться на богатство, чем на Бога. Когда Иешуа сказал это ученикам, они уже были подготовлены вроде бы, уже был в районной мере разгар его служения. Они уже длительное время ходили с ним. Но когда он это сказал, написано, что ученики ужаснулись. Такая реакция учеников приедена, насколько я помню, трех случаях. Когда Иешуа говорил, что трудно богатому войти в царство небесно, легче верблюда. когда Иешуа говорил о том, что его ожидали, мучение и казнь. И когда Иешуа говорил о том, что нельзя человеку разводиться. вот когда были эти три наставления, написано, что ученики, это привело учеников в ужас. И может быть, опять для нас непонятно, потому что мы воспитывались, но мы уже знаем новозаветный контекст, очень бог. но тогда это переворачивало восприятие, потому что на самом деле считалось, что именно богатым, богатым, естественно, богатым, которые уже под благословением Божьим, на которых уже благодейшая Божья рука, и которые могут отдавать время изучению Торе, которые могут отдавать время посвящать его изучением традиций и прочее, прочее. Вот именно им в первую очередь предпочтительно входить в Царство Божье. Вот как раз нищие это. Тут все переворачивается. Это действительно важный, очень важный момент. Очень важный и так Иешуа провозгласил и начал делом подтверждать новый подход к обучению. Он даже заявил мудрецам, родинам, он даже заявил духовным вождям Израиля, что мытари и блудницы прежде вас идут в Царство Небесное. Это вообще было возмутительно с точки зрения духовных прежде и не только и шкандали. Говорила про не прок это. да, он на самом деле что очень интересно, он готовил изменения принципа подхода духовного наставничества, учительства, духовного водительства в Израиле. и он провозгласил себя единственным посредним. Фактически. Потом это было сформулировано. Мы видим это в деяниях и посланиях. Но фактически он себя провозгласил единственным посредним. Вот. Тем самым постепенно он отменил первенствующую роль Саддукеев, Корисеев, Книжников в всех духовных вопросах. Он не сразу это постепенно хотя оставлял за ними право издавать определенные наставления и до поры до времени говорил народу, чтобы исполнял это. такое ступенчатое ступенчатое восхождение к свободе. Так. Таким образом формировался новый миссианский подход к отношениям с Богом, к отношениям с духовной властью, к пониманию духовной власти, к отношениям внутри народа. Да. И во всех этих отношениях миссия должен был остаться. Что, в общем-то, соответствовало взглядам на миссию в израильском обществе, стать в соответствии, неоднократно его противники в определенном смысле понимали его лучше, чем его ученики. Помните? За что же вы хотите убить его? За то, что ты делаешь себя равным Богу. А неправильно это понимали. то, что ученики не понимали. Вот. Да, он действительно Иешуа подготовил новый иудаизм. Иудаизм нового зла. Он не раскрыл его до конца сам лично. Он предназначил некоторых других людей, которым он впоследствии это раскрыл, которые уже раскрыли во всем. Он подготовил лично, будучи на земле раскрытие иудаизма нового завета. Мы видим, что процесс обучения большая заповедей это были они были направлены на телесную жизнь человека. Очень сильное сосредоточение было на ритуальной жизни людей. И собственно говоря вот это этот комплекс митцвот, которые прежде всего описывали конкретные действия человека в этом мире. Они первоначально были даны самим Богом, потому что еврейский народ находился в младенчестве и даже этот избранный народ естественно не был готов сразу к завету, если так можно выразить, завету благодати. Но в течение этого большого времени со времен Моисея до прихода Мессии в еврейском народе постоянно происходила подготовка. постоянно происходила подготовка. Подготовка именно к приходу Мессии, который должен был прийти, когда исполнилась полнота времен. Выражение это многозначное, но один из его смыслов этого выражения то, что в народе Божьем среди в народе Божьем среди части евреев созрело понимание того, что даже скрупулезное внешнее следование заповедей не дает реального глубокого выхода, не приводит к прорыву в свободу, не соединяет с Богом так, как должно было бы быть, потому что не меняет сердце. Это все подготавливало народу. Собственно, для того и нужны были эти жертвы, в частности, чтобы перекрывать неудачу еврейской жизни в следовании этому комплексу митцот, этому комплексу заповедей. Жертвы, большая их часть, я не говорю, например, о жертвах благодарения, жертвах усердия, мирных жертв. я не говорю об жертвах всесожжения в определенном смысле, но большая часть, большая часть жертв и различных очищения мовений была как раз направлена на то, чтобы перекрыть грехи, ошибки, неудачи в следовании заповедей. если так можно выразиться, перекрыть. И вот ко времени прихода мессии в народе уже созрело здоровое отчаяние, потому что народ в своем подавляющем большинстве уже не искушался прямыми белопоклонствами, не искушался многобожием, не искушался теми вещами, за которые был разрушен первый храм. вроде бы народ жил цельной иудейской жизнью, но на самом деле внутри приходило понимание того, что это жизнь недостаточная, это жизнь предварительная, есть нечто гораздо большее, есть другое, и вот то другое это то, во что хочет вести Бог. и параллельно развивалось представление о Мессии, и ожидание Мессии становилось все более напряженным, все более таким горячим, и все яснее люди понимали, что этот Мессия должен быть избавителем народа, и не только внешне, ожидали внешнего избавления, это безусловно, но все больше понимали, что он также избавит народ от грехов его. Вы помните начало Евангелия от Матфея и Евангелия от Иисуса? Да, Евангелия от Матфея первая глава, 21 стих, родить родить же сына и наречешь ему имя Иешуа. Это одно из таких сильнейших мест, которые показывают, что, конечно, Евангелие было написано на еврейском языке, и что первоначально там употреблялось имя Иешуа, а никак не Иисус. Но опять-таки хочу сказать, сейчас в части это важное отвлечение, я использую эти отвлечения, чтобы действительно имя Иисус не имеет само по себе смыслового значения. Имя Иисус это греческая калька с имени Иешуа. Но, дорогие люди, среди части мессианского движения есть распространяется какая-то странная штука. Люди начинают заклинать себя, и других говорят, что нужно употреблять только имя Иешуа. Все, включая христианку, говорят Иисус, они на самом деле не призывают имя Господа. И прочие глупости имя ввиду наши мессианские братья, которые так утверждают. Только Иешуа, только Иешуа. Иисус это вообще другой Бог. Это уже честно говоря просто ересь граничащая с кощунством. Потому что, конечно, если мы возьмем каких-то там людей, которые верят в многобожие, и один из их богов Иисус, это другое дело. Но имя Иисус это каноническое новозаветнее имя. Причем появилось оно еще до рождения Иисуса, Иешуа. Потому что до рождения его уже была септуагинта. И там это имя это просто греческое выражение имя Иешуа или Ягашу. Поэтому ни в коем случае нельзя поддаваться вот этой вот законнической давке и запрещать себе и другим произносить имя Иисус. Конечно, опять-таки имя Иешуа оно наполнено смыслом, потому что оно значит спасение или спаситель или Бог спаситель. Но мы можем тем более верующие из обычных христианских церквей нормально используют имя Иисус и Бог будет также отмечать. С этим понятно, да? Есть какие-то вопросы? Это важное отступление, потому что это уже докатилось до Украины. Я говорил с некоторыми людьми, которые с наполненными болью глазами говорили мне «Я больше не могу говорить Иисус!» Я не могу, когда вот это бессмысленное имя «Что с вами?» И глаза такие дурноватенькие, знаете, это ерунда вообще. Не поддавайтесь на это какую-то сектантскую иеретическую тему, которая будет отделять вас от тела Мессии и противопоставлять вас другим верующим. Но здесь правильно написано ему имя Иешуа, это конечно правильно, потому что он спасет людей своих от грехов. Ясно, что имя Иисуса не могло таким образом объясняться, что у него этого значения и никакого другого смысла нет. И вот это очень важный момент. Перед рождением Иешуа Господь предупредил, что главное, от чего он спасет людей своих от грехов. Нет, римлян, не от других захватчиков, а от их грехов. Это конечно очень серьезно. И поверьте, что это не был полный шок вообще для тогдашних иудеев, потому что они уже к этому были готовы. И они уже искали этого. То есть Иешуа пришел на подготовленную почву. Иешуа пришел на подготовленную почву. Вот. А все сие произошло да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит, вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя ману что значит с нами Бог. И тут еще одно объяснение того, кто это будет. Еще одно объяснение, что это Бог воплощается. Таким образом Иешуа пришел в подготовленное время. Он пришел когда множество искренних верующих в еврейском народе искали не просто внешнего, но внутреннего избавления. Искали перемены жизни изнутри. Вы помните, что апостол Павел пишет в послании Кремлян в седьмой главе, что он обнаружил, что нет в его плоти ничего доброго, хотя изо всех сил, будучи искренним фарисеем, пытался исполнить закон. Он обнаружил, что внутри он разрывается. И часто, когда хочет доброго, получается у него недобное. И часто, хотя он все понимает и собирается сделать хорошее, получается нехорошее. И это тот глубочайший внутренний конфликт, который помог Господу обратить к себе вновь. от от до до Продолжение следует... 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 Продолжение следует...